Друзья, всем привет! Обещаю я из Крыма, из города Севастополя. Делаю тест, такой лесной тест, непосредственно на рацию. Вот такого плана рация Т668. Ребятки, что хочу сказать. В принципе, в моем именно случае, эта рация как бы оправдана. Своя покупка именно для меня. Потому что, по большому счету, я выбрал эту рацию для того, чтобы она связывала именно моих родителей, которые в основном проводят время на даче на своей. Просто любят они это дело. Какие-то вот такие вот моменты проходят, когда вроде как камеру не нажимают. Я не знаю, в настройках я еще не особо разобрался. Они обучают как раз разговору членов моей семьи, в частности, отца. Пытаются поговорить. Ну, объясняет мама. Мама более продвинута уже в этом плане. А я сделал как раз для того, чтобы они общались. Потому что у нас три участка садовых. Да, слышу, великолепно, прием. Да, отлично, я тоже, я тоже тебя слышу. Все нормально, хорошо. Я сейчас отойду на 200 метров еще дальше. К виду, ну, туда, к монастырю. Хочу посмотреть на балаклаву и оттуда наберу. Хочу узнать, как связь. Хорошо, я проеху тебя. Я иду, буду, буду тебя ждать. Друзья, как видите, я уже прошел, может, метров 300. Кто смотрел мои... Кто смотрел мои видео, тот узнает это место, да? А вот, именно на этом месте я часы тестировал по шагам. Вот здесь, я не помню, сколько точно шагов. По-моему, в этом месте было именно 400 шагов. Дача моя находится в том месте, по прямой, через лес, вот, через все вот эти вот ветви, стволы, кроны деревьев. Вот, здесь, ну, метров, наверное, уже 300. Вот, я иду в ту сторону, там у нас, получается, вид на балаклаву и прекрасный пейзаж на долину. Ну, сейчас мы дойдем до туда, и вы можете пока рассматривать крымский вид леса. Ну, это, естественно, лес высажен своими руками после войны. Это Сапун-гора. Кто не знает, кто не видел достопримечательности. Можно, конечно, съездить, но, в общем, она от других городов-героев ничем, в принципе, не отличается. Единственное, что, конечно, такого вида, как здесь, вы нигде не увидите. И сейчас мы скоро очень к нему подойдем. Возвращаясь к нашей камере, возвращаясь к нашей рации, все-таки хочу заметить, что она себя зарекомендовала довольно приятно и хорошо. То есть, даже человек, который не имеет возможности технической разбираться в этих камерах, в этой камере, буквально дали ему пару минут вводных, и он с легкостью повторяет эти движения и нажимает на кнопочки и разговаривает. То есть, для взрослого поколения эта камера тоже очень подходит, как и для детей. И, в принципе, я начал говорить именно про цель покупки вот этих раций. Цель именно та, чтобы соединить моих родителей, которые находятся, допустим, иногда работают в разных местах, иногда работают на разных участках. Иногда мама находится дома, а отец где-то на огороде. Нужно что-то принести, чтобы не кричать. Или по телефону, чтобы не набирать там, допустим, миллион этих кнопок там с номером вызова. Вот. Повторюсь, отец не очень дружит у меня с техникой современной. У него до сих пор кнопочный телефон. Так вот, чтобы этого не было, ребята, здесь надо нажимать всего лишь одну кнопочку. Вот такую кнопку. И, в принципе, на этом как бы и все, и спокойно разговаривать. Сейчас я выйду на определенный вид и покажу вам красоты этого места. А для начала проверка связи. Прием, прием. Как слышишь? Прием. Вот видите, небольшие все-таки помехи есть. Но, несмотря на это, слышимость хорошая. То есть, участки у нас находятся не очень далеко, там буквально метров 20-30. Но все равно там кричать это не очень приятно. Вот. А вот таким образом спокойно можно общаться. Да даже в квартире, потому что возраст у людей достаточно серьезный. И тоже со слухом уже какие-то проблемы. Постоянно кричат. Кто-то может даже болеть. Когда человек болеет, тоже это очень удобная рация. Не надо ничего не кричать, не звонить. Как правило, люди кричат, когда люди болеют. Там, Вася, принеси там, допустим, молока там или чаю горячего. В данном случае этого делать не надо. Нажимаем на вот эту кнопочку. На вот эту кнопочку мы нажимаем. Вот. Вот как Wi-Fi, только вбок. Это идет сигнал непосредственно на ту радиостанцию. Мы нажимаем. У нас идет сигнал. Но мы знаем, что, в принципе, там тоже сигнал. Привет. Как слышно меня? Прием. Повтори. Не понял. Я тебя слышу. Хорошо. Все, понял. Я вот тут смотрю на балаклаву. Смотрю на вид. На долину. Вот. Передаю тебе из этого места привет. Слышишь, не слышишь? Слышишь. Да, я понял. Тут смысл, шум, наверное, именно потому, что я нахожусь не на прямой видимости, а я нахожусь немножко уже за холмом. Я спустился чуть-чуть вниз. Да, я понял. Ясно. Ясно. Ну, в принципе, тогда все. Достаточно. Я думаю, тест уже пройден. Буду возвращаться. Все, пап, давай, пока. Вращался. А тут тебя ждут яблоки черешные. То есть, что можно и хватануть. Так, давай. Побыстрее. Пока никто не хватанул до меня, да? Да, да, да. Все, понял. Давай, отбой связи. Отбой. Так, друзья. Ну, вы видели, я нахожусь за пригорком. Здесь явно 500 метров уже есть. Камера. Да что ж я вечно ее камерой-то называю, эту рацию. Рация лично мне очень понравилась. Очень кайфовая. Она очень приятная. И даже если бы она хреновее работала, она бы все равно в руках, ну, мне казалось бы, очень именно вот стильная и кайфовая. Просто потому что она вот такая няшная, она офигенная. Она вот такая вот, ну, очень приятная, друзья. Замечательная камера. Я всем... Да что ж такое. Замечательная рация. Всем рекомендую эту рацию. Пользуйтесь. А сейчас я попробую увеличить немножечко вам вид. Кстати, вот я спокойно помещаю вот такая вот маленькая рация. Я спокойно ее как могу за манжету зацепить. Ну, сейчас одной рукой не очень удобно. То есть она будет просто вот так вот на кармане находиться. Да, либо просто кинул в карман, и она не занимает вообще никакого места. Сейчас я попробую увеличить, что у нас тут сегодня есть на примете. Так, руки дрожат, извините. Но это не потому, что вчера я там что-то... Нет. Так, видно, не видно. Я просто с телефона и не очень качественно все вижу картинку. Так, ну, в общем... Лучше бы я, наверное, этого не делал. Да, вот так вот красиво. Вот так вот красиво. Ну что, друзья? Конечно, хотелось бы... Давайте я пройду еще буквально чуть-чуть. Пока я буду идти, я вам покажу еще раз вот эту рацию. Мне даже доставляет удовольствие просто вот так вот ее показывать вам. То есть боке очень приятная и очень... Так, мне очень нравится действительно показывать. Кстати, наглядный пример север-юг. Видите, как дерево. Но, правда, там у нас восток, да, юг у нас в той стороне. В общем, друзья, вот здесь еще у нас есть маки. Но, кто не видел. И вот там, вот там, вот там, вот там, вот такая вот... Я, наверное, уже дальше не пройду, потому что здесь и змей много. Но, в общем, очень красивая такая долина. Друзья, приезжайте в Крым. Несмотря на то, что у нас в городе... В городах грязь. У нас в городах действительно грязно, неприятно. У нас в городах очень дорого и... Ну, не чистоплотные, не дружелюбные люди, друзья. Но природа у нас замечательная. Я вам очень рекомендую приезжать. Советую. Радуйтесь жизни. Получайте от нее удовольствие. Кайфуйте, друзья. Всем спасибо и пока.